Мы планируем производить 150 машин в месяц. Работать нужно, устраивать систему, устанавливать дисциплину рабочую. Сейчас более 2000, в районе 3000, но мы планируем набирать, нам нужны специалисты, потому что мы собираемся не останавливаться на 150 машинах в месяц. Завод 10 месяцев стоял, все связи нарушены, пришлось в экстренном порядке все возрождать. Ну, слава Богу, нам верят. Во-первых, ХТЗ все-таки ему 85 лет было в прошлом году. И это имя, и бренд, и Харьков. Есть и уже существующие заказы, и мы нарабатываем рынки, восстанавливаем рынки, те, которые были потеряны. Ну, слушайте, 150, это порядка 2000 тракторов в месяц, в год мы должны их продать. А военный заказ тема ушла? Она пока не, скажем так, не возобновлялась. Потому что нам сейчас основное загрузить Харьковчан и Смежников тракторным производством. То, что мы можем сами сделать, потому что военный заказ, он связан с государством. То есть, пока у нас руки туда не дотягиваются. Я выплатил 73 миллиона за должности, то, которое не должен, то есть, во время простоя. Даже не за должности, а во время простоя выплатил зарплаты 73 миллиона. То есть, порядка 3 миллионов долларов. Я поддерживал рабочих, чтобы они просто не ушли на другие предприятия. Нам надо сначала свой трактор наладить, выпускать. Зачем нам его? Посмотрите, какой красавец стоит. Вот это новейшая модель, новая кабина, посредине руль управления. И наш трактор, он конкурентно с поездом, говорю, что он очень хороший. Тем более, он для больших полей, мощный трактор, 240 лошадиных сил. Ну, основная поддержка, то, что поснимали все суды и как бы дали нам возможность работать. Вот это основная поддержка. Больше поддержка никакая не нужна.